Владельцам бизнеса, которые не смогли оплатить тепло в Экибастузе, пришлось свернуть свое дело. Счета стали в три раза больше, чем в Нур-Султане и Алматы. Почему подорожало тепло, попытался разобраться наш корреспондент. Нынешним тарифом недовольны представители малого и среднего бизнеса в городе энергетиков и горняков. Несмотря на наличие крупного угледобывающего предприятия, Экибастузам приходится платить по самому дорогому тарифу на тепло в стране. Айгерим Шметова – владелица магазина. Она обеспечивала работу троих человек, но теперь вынуждена оставить только одного. Получилось, что я вначале где-то платила 12, нет, сначала я платила 8 платила за тепло, потом получилось, что так 12 платим, потом 18. Когда пришла цена 35 тысяч, ко мне приходит квитанция, говорит, что 35 тысяч вы должны оплатить за тепло. Более 40% добываемого угля в нашей стране и около 50% электроэнергии производится в городе Эквастузе. Именно поэтому предприниматели очень удивлены резким повышением тарифов на тепло. В 2016 году в Акимате сказали, что будем повышать тариф на 5 лет. Павлодар Энергозбыт сказал, что после получения кредита будет проведена модернизация и тариф снизится. Обещание не было выполнено. В Астане 4 260 тенге, в Павлодаре 5 600, а в Эквастузе 14 680 тенге. За последние 5 лет в Эквастузе сменились 4 Акима. Тарифы тоже менялись много раз. Рост цен разочаровывает предпринимателей. Само по себе наша теплоэнергоцентраль недоусовершенствована в свое время. На сегодняшний день, простым языком говоря, представляет собой большую котельную. То есть ту часть электроэнергии, которую он затрачивает на себя, он ее не вырабатывает. То есть если теплоэнергоцентраль должна по своей конструкции вырабатывать пар, тепло и электроэнергию, и за счет реализации излишней электроэнергии создается рентабельное производство, то наша теплоэнергоцентраль, к сожалению, вырабатывает только 12 мегаватт, хотя потребляет в зимнее время до 19 мегаватт. Вот эту разницу он может еще и докупать. Очередная жалоба предпринимателей вынуждает монополиста устанавливать теплощетчики. Однако плата за тепло взымается по обычному тарифу, а не на основе фактического потребления. Поэтому мы в ближайшее время планируем рассмотреть вопрос снижения тарифа для юридических лиц в части установления дифференциации. Тариф, утвержденный всего три месяца назад, будет пересчитан в ближайшие две недели. Говорят, цены могут упасть. Евгения Мягченко, Айола Мархамжанова, Ерлан Умашев, Ертас Акпарат из Агибастуза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова